Итак, у нас шестая встреча. Расскажу, что мы здесь делаем. Это не воркшоп, это не мастер-класс, это не вебинар. Это практическая работа добровольцев, волонтеров. Кому неравнодушная тема управления конфликтами в командах, соответственно, что мы делаем? Мы приходим, разбираем какие-то кейсовые ситуации, соответственно, смотрим различные инструменты и делимся друг с другом опытом, как можно управлять конфликтами в командах. То есть у нас шестая встреча, мы, по-моему, в основном про конфликты в команде говорили. Вот, соответственно, сегодня у нас какая тема? Сегодня тема у нас связана со скрытыми конфликтами. Конфликты, которые... Что делать? Когда конфликты скрытые, соответственно, это значит, что одна сторона вроде как бы в конфликте считает, другая сторона говорит, да нет, все прекрасно, все хорошо. Вот, давайте попробуем порассуждать, решить пару кейсов, что с этим делать, поделиться опытом, как с такими конфликтами дружить, надо ли с ними дружить, и вообще, может быть, и нормально. Вот, и, соответственно, пойдем в таком ключе. Если у вас сейчас есть вопросы, что сегодня будет, будет сегодня следующее. Мы сначала сделаем небольшую разминку, заходите прямо все на досочку, пару минут потратим на приземление к теме, а дальше пойдем в определенные кейсовые ситуации. Есть ли вопросы какие-то? Дайте какую-нибудь обратную связь, что мы слышим тебя, что я не соврал, что мы действительно сегодня хотели со скрытыми конфликтами поговорить. И мы хотели, у нас было сегодня две задачи, два больших блока на сегодняшнюю встречу. Первое – это как раз скрытые конфликты, вторая тема была промоделировать сессию по медиации, но поскольку мы не нашли пару, вернее, пару-то мы нашли, а вторую пару не нашли, мы не сможем это сегодня сделать, поэтому мы можем это все отлично перенести на следующую встречу. Следующая разминка. Разминка называется «Скрытые сигналы». Я хочу, чтобы каждый из вас, вот увидев эти оранжевые стикеры, сейчас мы их сделаем какими-нибудь другого формата, что сделал? Сделал следующее упражнение. Вспомните и запишите примеры неявных признаков конфликта, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни или на работе. Неявные признаки конфликта. Это могут быть изменения в поведении, ну что-то еще. Давайте вот такими примерами просто поделимся. Можно один написать, можно много, но лучше хотя бы один написать. Неявные сигналы о том, что кажется, есть конфликт. Поставлю таймер 3 минутки и потом посмотрим, что получилось, поделимся, что с этими симптомами делать. Будем сегодня разбираться. Неявные сигналы. Неявные. Неявные сигналы. Что? Что? Неявные сигналы. 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 Продолжение следует... 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 Кажется, мне кажется, с моей стороны, что есть конфликт у нас, и есть огромное количество вербальных и невербальных сигналов. Я хотел немножко рассказать, что мы будем делать, про упражнения, которые будем сегодня делать, и будет два кейса у нас. Кейсы синтетические, но мне показалось, что они распространены в принципе. Вообще, смотрите, сегодня будем смотреть на треугольный конфликт, очень много треугольников, треугольный конфликт. Эта модель я взял у, есть такая книжка, я Хана Галтунга, потом скину англоязычную эту книжку, на русском ее нет. Вот, и сейчас про эту модель расскажу. Но самое главное, что я хотел еще немножко про конфликты порассказывать. Есть определенные типы конфликтов, вот такая моделька, моделька координат, соответственно, цели и поведение. Вот, и скрытые конфликты, они возникают, когда у нас есть несовместимые цели друг к другу, а поведение совместимое. Вот такая вот двоякая модель. И вот в этой книжке, которую я привел, очень такая простая рекомендация. Что делать со скрытыми конфликтами? Ну, понятно, их нужно анализировать, исследовать. Их нужно делать открытыми. Как бы это ни звучало, да, любые скрытые конфликты – это самые сложные, самые страшные конфликты, которые есть, соответственно, у нас в команде. Вот. И модели избегания, да, вот тоже хотел поднабросить, чтобы у нас был такой справочник. Их очень, на самом деле, много. Все, что мы сказали, понятно, что это вершина айсберга. На самом деле, бывают разные причины, вернее, не причины, а форматы избегания. Да, агрессивная, мы сказали, есть, отметили. Пассивная, фразы такие, фразы маркеток. Избегание через безнадежность, подмена, отрицание, соответственно, конфликта нет, я уже все решил. И путем уступки. Как вы думаете, вот глядя, если немножечко их проанализировать, вот такие вот причины, глядя на них, какая подсказка, какой смысл нам вот эти вот фразы, эти маркеры несут, за что можно уцепиться? Мне просто интересно. Ну, здесь нет коммуникации. Во всех историях это отказ от коммуникации, по большому счету. Ну, от хороших, от нормальных коммуникаций, которые должны. И еще мне кажется, вот Веру подхвачу, что здесь человек на самом деле в данной ситуации достигает своих целей, и он пытается защитить таким образом статус-кво, то есть чтобы он не изменился. То есть в другой стороне может быть некомфортно, и она хоть хочет перевести конфликт в открытый, а другой сопротивляется, потому что это означает, что ему придется что-то делать, менять ситуацию, а оно и не выгодно. То есть, возможно, цели окажутся под угрозой. То есть зачем это делать? А может быть, он не знает, как из этого конфликта выходить, находится в состоянии ступора и закрывается? Ну, не комфортно получается выходить, ну, то есть один из вариантов как раз-таки, и таким образом его цель как раз-таки не выходить, потому что ему там некомфортно. Не то, что он не знает, прям тупик, вот что сейчас, что дальше делать, и быстрая реакция, типа, может, подеретесь? Мне кажется, самое что интересное, вот, понятно, что категории всеусловны. Я просто когда увидел такой вот список, да, мне показалось, что каждая из этих защит, а это по сути защита, да, защитная реакция, она несет определенную корневую причину, связанную как раз с какой-то потребностью человека. Например, предположу, агрессивное избегание. Не начиная со мной, а то пожалеешь, да, то есть вот агрессивное. Возможно, за этим лежит какая-то потребность, связанная с безопасностью, ну, то есть с угрозой безопасности, да, и, соответственно, я включаю агрессию. Ваши ожидания, это ваши проблемы, да, это, возможно, какая-то другая причина. То есть это вот такие маркеры, подсказки, на самом деле, какая причина за этим конфликтом, за конфликтом, который на самом деле происходит, да, стоит. И второй момент, что любой конфликт – это все-таки двунаправленное действие. Если я вижу вот такие вот маркеры, они являются подтверждением, что мы находимся в конфликт. Потому что в этом, ну, то есть это и есть ответ на поведение человека. То есть если мне нужно проверить, есть ли конфликт, я услышал фразу, которая показывает уход, я понимаю, о, человек выбрал там уйти, но, скорее всего, что-то не так. И у меня два варианта. Первое – позволить ему уйти, да, сказать, ну, ладно, сдался так сдался, классно, я выбрал. Второй момент, что, возможно, это нас не устраивает, да, и, соответственно, пойти. Попробовать поискать, поисследовать причину. Я предполагаю, раз мы здесь собрались, нас это не устраивает. Вот. И, соответственно, хочется с этим что-то поделать. Так вот, давайте вернемся к этой модели. Модель треугольная, да, модель простая. Она о чем говорит? Что любой конфликт можно разложить на три составляющие. Первое. Все, что мы видим с вами, это явное поведение человека, ну, и там, двух участников конфликта. Вот. И причем оно может сводиться вплоть до физического насилия. У меня тут недавно был кейс. Ко мне обратился коллега, будем так говорить. Говорит, он уже раньше обращался, жаловался, что конфликты на работе происходят. В пятницу он мне позвонил, сказал, подрались. Я говорю, ну, молодец, рад за вас. Вот, два участника конфликта, все, решили конфликты таким способом. Поэтому, да, все, что мы видим, это поведение, внешнее выражение конфликта, агрессия, сотрудничество, сопротивление, это внешнее поведение конфликта. То есть вот эти моменты, они вот сюда. Согласны? Идем дальше. Это явный уровень. Но, как и у любого конфликта, есть явный, соответственно, есть скрытый уровень. Вот в этой модели скрытый уровень раскладывается на две части. Противоречие и отношение. Противоречие – это, по сути, ключевой момент в конфликте. В чем, ну, то есть это вот это вот расхождение в целях, да? Соответственно, в чем у нас противоречие может быть? И это противоречие как моей стороны, так и, соответственно, второй стороны. То есть это два, ну, набор разных противоречий. Неявные противоречия, да, которые, может быть, даже мы не подраздеваем, но, соответственно, они точные. И вторая составляющая – это отношение. Мое восприятие. С другой стороны, соответственно, какие-то когнитивные, может, мои искажения, да? Ну, это мое отношение, соответственно, в основном связанное с чувствами и эмоциями. Страх потерять власть, страх потерять контроль, страх, что мое мнение не услышит. Вот. И в чем смысл этого треугольника? То есть мы пытаемся сопоставить, проанализировать любой конфликт через вот эту цепочку предположений. Вижу поведение, думаю, что оно связано, за ним стоят вот эти вот отношения, ну, то есть восприятие человека. Скорее всего, диктуются вот этими противоречиями. Ну, и, соответственно, мы выстраиваем, анализируем, проводим анализы конфликта. Вот такая вот модель. Мне хотелось бы, чтобы мы ее попробовали для разных ситуаций устроили стресс-тестирование. Может, это вопрос есть? Нет, я тут что-то рассказываю. Ну, по-моему, понятная, да, модель? Почему она в треугольнике, а не в какой-нибудь там ромбе? Наверное, как бы, чтобы потом нарисовал, что это модель айсберга какая-нибудь, там, скрытый, явный, не знаю. Так вот, какие кейсы? Кейсов два. Первый кейс. Конфликты за разных стилей работы. Есть два сотрудника с разными стилем работы. Один предпочитает планирование, другой работает более спонтанно, креативно. Приводит, их стиль работы приводит к недопониманию, раздражению. И, соответственно, обе стороны избегают, у нас же скрытые конфликты, открытого обсуждения темы. Мне хотелось бы, чтобы мы пошли вот сейчас вот в небольшие команды и понабрасывали следующие ответы на вопросы, которые связаны с углами вот этого треугольника. Противоречия, поведение и, соответственно, отношения. Какие несовместимые интересы или потребности присутствуют в сценарии, ну, мы предполагаем, да, есть. То есть, какие поведенческие сигналы указывают на наличие конфликта из описания. Какие скрытые неявные отношения, предрассудки могут влиять на конфликт. Попробуем пораскладывать. Ну, и, соответственно, вторая команда будет второй кейс тоже попробовать порешать. Здесь про нераспределенные обязанности. И дальше посмотрим, что мне хотелось бы, какой вывод, чтобы мы с вами в итоге сделали. Попробуем пораскладывать на такие причины, и понятно, что кейсы чужие, да, не наши. Мне хотелось бы, чтобы мы предположили, вот если мы любой скрытый конфликт попытаемся с двух сторон вот так вот рассмотреть, ну, с одной стороны, да, допустим, для нас он явный, насколько разложение его вот по такой составляющей, да, по такой структуре нас продвигает, либо может продвинуть вперед для того, чтобы мы, увидев вот это предположение, эту картинку, эту гипотезу, сделали какие-то действия для того, чтобы конфликт стал явным. Вот такая вот задача. Нетривиально. Давайте попробуем. То есть, повторюсь, стратегия такая. Мы можем говорить, что скрытые конфликты, они происходят, но наша задача научиться скрытые конфликты, там, где даже проходит избегание, сделать явным, когда мы садимся за стол, как минимум, переговоров, да, ну, или хотя бы обсуждаем, хотя бы подтверждаем, что, да, конфликт, кажется, есть. Кто какой хочет кейс, кто куда хочет, кому что релевантно. Мне сложнее второй, как будто бы, поэтому я во второй пойду. У меня оба близкие, как будто на работе пришли. А, они все-таки не синтетические, да? Ну, я тоже так думаю. Хорошо, тогда делаем два зала. Коллеги, кто с нами сейчас на связи? Вы с нами на связи, вас подключаем к упражнению? Елена, Ирина, Владимир, Евгения. Меня слышно? Да. Меня? Третий кейс. В третий? Всего же два вроде было. Ну, он подсчитывал к 3 почему-то. А, ну, это просто третий блок. Хорошо. Тогда создаю. И сейчас, так, Ирину в третий. Владимир плюс, Елена минус, они в чатике отпустились. А, вижу, да, в аудио. Все? Да, да, да. Меня во второй. Что, Володь? Меня во второй, пожалуйста. Во второй. Это разный стиль. Под номером два. Хорошо. Все отлично. У нас тогда получается гармонично. Я сильно подождаю. Я подождаю. Знаете, ты с парнем общаешься вот таким лицом. Повторяюсь, что он говорит. А что случилось? А что случилось? Ну, скажи. Ну, ты скажи. Леша, это не тебе, мне кажется. Да, ну, ладно. Наверное, обсуждение уже началось. Ну, было интересно. А может, да, может, это уже обсуждение идет, и кто-то делится. Хорошо. Тогда у нас есть две команды. Я тоже пойду, наверное, в первый зал пойду. Открываю. Так, по времени. Хватит нам минут десять, да, наверное? Так ведь хватит же набрасывать. Да, должно. Я тоже так думаю. Все, поехали. Сдал возможность делиться экраном. Так, ну, давайте попробуем что-то придумать. Я поделюсь тогда, чтобы мне было проще. Поехали, да? Мы второй кейс разбираем. Порядок, на самом деле, отвечание на вопрос не важен здесь, да? Важен именно смысл. Давайте пойдем сверху вниз. Какие несовместимые интересы и потребности здесь, как вы думаете, есть? Что тут можно сказать? Ну, у одного порядок, упорядоченность, стройность, гармоничность. Ну, наверное, порядок, это прям в первую очередь. Порядок, гармоничность. Может быть, предсказуемость, да, предположу? Да, предсказуемость, да. И, может быть, мы же там предполагаем, да? Мне кажется, за этим какая-то еще глубокая вещь стоит. То есть предсказуемость, для чего мне нужна предсказуемость? Чтобы быть в некой безопасности, может быть. Да, безопасность. Вот так вот прям. Безопасность. Окей. У второго. Спонтанно, креативно? Скорее, там, кайфовать. Вот что-то такое. Скорость. А, а может быть... Ощущение, может быть? Драйв? И получение результата здесь и сейчас. Вот может быть что-то такое. Сиюминутное? Угу. Угу. Но с другой стороны... Сейчас, креативность. Креативность. Эмоции. Подохновение в потоке, как-то, да, как-то у человека. То, что он не может спрогнозировать. Прогнозировать не может, но у него креатив, ему надо сейчас. По энергии объют. А возможно... Обязательно это сейчас. А если вот какой-то же период есть, там, да, творческого кризиса условно. То есть это человек не тот, у которого все запланировано, когда он что делает, а тот, который ждет некой, я не знаю, что ли, искры внешнего какого-то, не знаю. Вот это то, что вдохновение, да? Да. Посмотрите, я взял базовую потребность, список такой, как подсказку. Мне кажется, прям, независимость. Свобода. Да. Свобода. Лично я просто... Да, вот это прям... А, может быть, еще вот привносить свой вклад, вот это из-за смысла. Ага, вот уберут этот результат здесь сейчас, а свой вклад, да? Да. И самовыражение. Игра, спонтанность, увлеченность, веселье. Ну, тут я бы взяла связь с собой как раз таки. Это вот как раз... Связь с собой? Да. Окей. Я почему вспомнил про такую подсказку, да, из-за нано взял, что из-за насильственного общения. Мне кажется, она такая раскрывает, на самом деле, базовый... Расширяет базовые потребности. Вот, прямо очень хорошая такая штучка. И, окей. Так, поведенческий сигнал. Давайте по второму ответим. Какие поведенческие сигналы указаны на наличие конфликта? Раздражение, наверное, да? Или это недопонимание раздражения, да? Ну да. Избегание. 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 Избегание, да. Причем вот здесь вот, да? Может быть, наоборот. Избегание у второго, да? Потому что... Нет, а я хотел прямо посредине поставить, что и тот, и тот. Мы просто кейс не знаем. На самом деле, вот, смотрите, если бы мы бы решали реальный кейс, да, и, по сути, анализировали бы с одной стороны. То есть вот между нами есть конфликт. И я понимаю, что он скрытый с точки зрения второй половины. Ну, то есть она уходит, да, избегает. А я как бы пытаюсь договориться. Здесь же мы пишем, вот, получается, некая третья сторона, руководитель говорит, а видит конфликт между ними, они не разговаривают. Тогда, получается, каждый из них там, ну, как бы избегает, да, почему-то этого разговора. А если вот как бы огрызаются в разговоре, типа, я не вижу людей, с которыми мне разговаривать, а я тоже здесь не вижу людей. Ага. Ну, да, избегание... Предположим, что они тоже это делают. Как это назвать? Агрессия. Агрессия, да, агрессия через фразы какие-то. И я понял, что здесь мы собираем, по сути, те факты, которые происходят. То есть это вот блок поведения, это факты, фактические вещи, которые происходят. Вот. Вот все, что связано с недопониманием, раздражением, какими-то эмоциями, чувствами, да, оно вот сюда отложится. Ага. Какое-то раздражение мыши. Но оно касается... Обеих сторон. А вот еще какое-нибудь обсуждение за спиной, как это правильно назвать? Разговор за спиной. Это как поведение. Это за сплетние. Слетние. Ну, это, наверное... Это, наверное, на вторую ступень. А может быть, обесценивание, либо отсутствие поддержки? Обесценивание, это, наверное, тоже поведение поведет. Обесценивание. Хорошо. Обесценивание. Хорошо. Ну, допустим, мы такую картинку построили. Вопрос, который меня лично интересует. Что дальше? Ну, вот мы выстроили. Как использовать для того, чтобы конфликт стал явным? Что с ним делать-то? Поговорить, какие-то вопросы задать? Правильные. Или эмоции не колить? Кого-нибудь уволить. Нет человеку, нет проблемы. Нет конфликта, да. Может быть, начать с разбора фактов. То есть, ну, как бы не вскрывать конфликт, а через разбор фактов попробовать прийти к той точке внутреннего противоречия. То есть, через разбор фактов попробовать выйти к противоречию, которая есть у каждой стороны. Помним. Скрытые конфликты. Когда у нас поведение совпадает, а цели разные. Мне кажется, здесь нужно подумать, а как сделать так, предполагая, что у них у каждого потребности вот такие вот из наблюдений. Как сделать так, чтобы найти точки пересечения именно в потребности? Если одному важен порядок, а другому важна свобода, независимость, может ли предсказуемость и порядок найти пересечения какие-то? Мне кажется, что да, может. Мы же можем определенные рамки задать, так, чтобы вроде... Ну, во-первых, обе стороны пошли на уступки, а во-вторых, чтобы они понимали, чего друг от друга ждать. Чтобы у одного был вот этот люфт, который позволяет ему чувствовать себя свободно, а другой там знал про этот люфт, и для него это было бы ограничением, которое дает ему предсказуемость, например. Окей. Ну, давайте пойдем пообсуждаем с коллегами, может быть, они что-нибудь добросят, тоже интересно. Все, закрываю тогда сейчас залы, и идем туда. Так, 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 так. Так, это у меня... Где же у меня панель зума? Интересно, вот она, все, он шел. Так, 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 так. Коллеги. Что-то получилось? Что-то, да. Но это не точно. Хорошо. Давайте попробуем. Давайте с вас начнем. Начнем с третьего кейса. Надо зачитать? Ну, можно не зачитывать, может, все можем зачитать. Расскажите просто, что увидели. У нас был главный вопрос, какой. Мы попробовали декомпозировать конфликт, использовать эту модель, да, трехстороннюю, и, соответственно, основной такой запрос, вопрос, как с помощью такой модели сделать, можно ли сделать с помощью такой модели конфликт, который происходит и скрытый, неявный, сделать его явным. Ну, либо начать двигаться в эту сторону. Мы прям явно это не проговаривали, именно может ли это нам помочь сделать его явным решить конфликт. Но лично у меня сейчас возникла мысль, что да, можно отработать какие-то предрассудки, которые мы сейчас обсудили, проговорить явно, чтобы их развеять и создать атмосферу, в которой можно об этом открыто говорить и устраивать конструктивную конфронтацию, например. Ну, то есть уже как бы признать, что есть конфликт и, соответственно, идти уже в обсуждение. Как мы оттуда выйдем, уже не важно, да, ну, там, вернее, важно, но это не цель, да. А за счет чего мы можем туда прийти, что вы видели, как вообще начать это дело? С чего начали? С чего вы начали? Коллеги? Мы начали разрешать эту ситуацию? Да, да, да. С чего начали? С one-to-one с человеком, который очень доволен, да. У меня обратная сторона. Я, наоборот, бы, ну, устроил такой горячий стул и обсуждение все-таки бы сделал в команде и, в том числе, возможно, бы пообсуждал историю, как мы будем решать конфликты дальше. то есть не только вот конкретно этот, но и в будущем, чтобы не подменять работу один на один, да, потому что бы команда самостоятельно брала на себя ответственность разрешать конфликты. То есть всех ли устраивает текущая ситуация, напряжение, да, если оно не устраивает, то тогда как мы, да, там, хотим в будущем на это реагировать, то есть сделать так, чтобы был какой-то механизм, который может воспользоваться любой член команды и так-то запустить. А я бы, наверное, какой-то микс из двух ответов, потому что, ну, первое, наверное, я бы попыталась не противопоставлять вот эти две там группы, да, я бы, наверное, просто организовала обсуждение, как раз-таки, которое бы относилось к вот там предрассудке и так далее, да, то есть, где было бы возможно поделиться отношением к ним и, возможно, сформировать какие-то договоренности, возможно, в моменте, когда это будет обсуждаться, если это какая-то тессия, например, да, то в безопасной среде люди могут высказать все свои, там, условно говоря, всех своих тараканов выложить и после этого просто сформировать, там, как мы к этому относимся, там, ну, командой вместе, и тогда, ну, возможно, ну, возможно, не противопоставляя как-то с этим разобраться, у меня почему-то такое мнение, вот именно в этой ситуации. Давайте тогда по очереди, Свет хотела сказать сначала, потом, по-моему, Ирина, потом, Максим, для вас слово. Я хотела вопрос задать и даже при рейсах, вот поскольку мне очень близки стикеры, которые здесь написаны, но они все скрытые, и при разговоре со сотрудником, сотрудник говорит, не, все нормально, мне все очень нравится, вообще не могу остановиться, очень интересно, сам себе задачи придумываю, по ночам кайфую, работаю, а потом уходят, и вот там начинается трансляция другого. Если мы дойдем до того, как вскрыть, это будет очень круто. Это вопрос был, просьба, пожелание поделилась. Ну вот, как раз-таки это я и закладывала, говоря о том, что one to one, ну, то есть, если комментировать вариант Максима и Веры, что создавание совместного обсуждения, оно должно быть в атмосфере доверия и готовности людей общаться. А здесь у нас достаточно явно было написано, что человек пассивно-агрессивно комментирует работу коллег, и это не выглядит как безопасная среда. Поэтому я бы этого человека с ним бы пообщалась вначале, выяснила, что происходит, что он ощущает, и привела бы как раз к Светлане в ответ на твой кейс, привела бы пример фактов, вот у тебя агрессивный комментарий, к чему это может в дальнейшем привести, через мотивацию человека, то есть почему ему выгодно так больше не делать и разобраться, почему так происходит. А потом уже, когда этот человек будет подготовлен, уже можно выводить на какое-то общее обсуждение, и как раз таки вот тут у нас есть поинты про предрассудки, еще что-то, тут можно подготовить какой-то общий фрейн, в котором проговорить, что у нас так не принято, что для нас мы стремимся к какой-то единый пул, как у нас можно обозначить. И вот тогда уже пытаться найти решение, мне понравилось предложение Максима проговорить, как в целом мы будем разрешать похожую ситуацию, то есть некий пул правил, по которым мы дальше будем работать в команде и сфокусировать их на результате, на цели команды, а не на том, что мы там оцениваем каждого, чтобы убрать противопоставление членов команды. Максим, вам слово, пожалуйста. Я в такой ситуации выступаю как член команды и делюсь своими наблюдениями того, что происходит фактами и даю то, что я называю горячий стул, где каждый может поделиться своими ощущениями и чувствами по поводу того, что происходит. Тревожит это его, не тревожит, норм он с этим, не норм, да, там, и те, кто хотят, они могут высказаться, да, то есть положить вот это, сделать такой вот шаг, да, честный, открытый разговор, да, и дальше, ну, как товарищи, у меня, я могу предположить, там, сделать гипотезу, что нам это начинает мешать, да, там, и тоже каким-то образом отнестись к этой истории, и что мы хотим с этим делать, либо хотим что-то с этим сделать сейчас, или не хотим мы сейчас с этим ничего делать, и нам нужно еще дать этой ситуации созреть, да, до того момента, пока не появится энергия внутри команды, да, там, и желание у этих людей что-то с этим сделать, что-то порешать, то есть, почему я вот такой в некотором мысли против один на один, да, вместо того, чтобы брать на себя ответственность за разрешение конфликта и толкать его в эту историю, да, там, дать ему дозреть, когда сама команда захочет с этим что-то сделать, да, то есть, и не делать конкретно с этим человеком что-то, да, там, а здесь, да, вот, он скорее что-то триггерит, да, там, какое-то важное и ценное, и вот с этими важными ценностями как-то отнестись в команде, да, там, и прийти к каким-то соглашениям, вот, у меня все, Леша, отдаю тебе. Да, можно, да, я добавлю, вот, на самом деле, понятно, что ситуация разная бывает, мне кажется, пока вот ты говорил, я еще раз так вот перемыслил, мне кажется, я вспомнил, что есть у нас инструмент такой медиация, да, медиация, вот, и там есть очень хороший этап, который называется медиация, кокус, когда мы общаемся один на один с каждой сторон, и мне почему-то казалось, что было бы здорово, вот, зная, что есть такое поведение, вот, взять, понятно, что это не будет чистой в этой медиации, вот, но взять этот инструмент и действительно сделать разговор один на один, но при этом с определенными условиями, какими? начав этот разговор, ну, даже не начав этот разговор, а подготовив этот разговор, договориться, что, смотри, вот все взять тем элементы из медиации суда, нейтральность, добровольность, ну, мою нейтральность, конфиденциальность, что все это будет находиться между нами, и что отсюда не вынесется ничего без разрешения человека, да, соответственно, что он добровольно соглашается, и вот здесь поговорить про его, соответственно, ну, про его потребности, да, соответственно, попробовать вместе проанализировать. Самое главное вот из кокуса, что мы всегда выносим, это знание о истинных интересах страны. Вот прежде, чем идти разговаривать с горячим стулом, если есть скрытый конфликт, было бы здорово выстроить какой-то маленький шажочек доверия с этим человеком и проговорить про его интересы. И, возможно, зная его интересы, совместно вот на таком кокусе выработать совместное решение, а что это может быть. И одним из решений может быть звучит так, да, я пойду на командную сессию, на горячий стул говоришь, ну, а-ля там, или там просто с командой поговорю, это будет решение, потому что мы проговорили про его интересы, и они этим решением могут достигаться, либо не достигаться. А решение может быть другое. Мне кажется, это очень такой хороший мог бы быть способ. При этом я предполагаю, проанализировав эту ситуацию, возвращаясь к нашему кейсу тоже, да, он там есть, нарисован. Мы увидели из первой строчки самый важный момент. Можно я покажу тогда из первой строчки? Мы просто тоже, стикеров у нас много, но мы их совместили. Мы увидели важный момент, который связан вот с этой штукой. По сути, это же внутренние потребности человека, да, то есть вот и кажется, что конфликт возникает, когда они либо перестают закрываться, либо он чувствует какую-то угрозу, что они перестают закрываться. И как раз в кокусе, в таком формате встречи один на один, когда я повторюсь, да, мы говорим нейтральность, моя нейтральность, я буду просто нейтрален, я точно не вынесу отсюда ничего, ну, конфиденциальность, да, добровольность, и равноправие, то есть мы равноправны на этой встрече, ты можешь тут же остановить, если потребуется. Вот, и вот эти вещи проверить, слушай, а вот что тебе важно, я предполагаю, с помощью этого инструмента, треугольника, я набросал свои предположения, глядя на ситуацию, кажется, ему важна свобода, независимость, взять там, связь с собой, я эти моменты могу проверить в диалоге, ну, человек, который проводит, и только после этого спросить, а готов ли, ну, какие решения могут быть для того, чтобы твои потребности в команде разрешались, и дальше уже что-то придумать, вот, мне кажется, может быть, такой вот угодит. как проверить потребности в диалоге, тоже инструмент какой-то есть, правильно задавать вопрос, правильно задавать вопрос, почему это важно, что тебе важно, а как вот ты считаешь, ну, то есть открытые вопросы, которые позволяют нам проверить потребности, ну, через вопросы к эмоциям, которые он испытывает, да, соответственно, а почему это тебя задевает, там, что за этим стоит, почему тебе это важно, а расскажи, как ты по-другому считаешь, что-то, ну, короче, открытые вопросы, мне кажется, это можно достаточно хорошо продумать заранее, да, и проверить свои предположения, потому что вот в нашем кейсе у нас две стороны, да, два человека конфликтуют, вернее, как бы конфликтуют, избегают друг друга, но явно конфликтуют, то есть поведение показывает факты, что они через агрессию друг друга избегают либо агрессируют, ну, предположим, на встречах каких-нибудь общих кидаются друг к другу там бумажками, вот, явно есть какое-то взаимодействие, да, нужно им помочь, идеально, когда мы находим пересечение между этими потребностями, говорим, а, этому важно это, и кажется, этому важно это, тогда вообще, кажется, мы попали прямо очень классно, знаем у них общие потребности, скажем, ребят, кажется, вам важно обоим свободу и независимость, значит, один летит на свободе, другой на независимость, все. Максим, у вас рука. да, у меня пока, что меня смущает, и что я слышу, что мы с одной стороны выступаем самой заинтересованной стороной, чтобы этот конфликт решился, да, и мы при этом пытаемся быть медиатором, нейтральным при этом, да, то есть не занимать ничего в сторону, погоди, это первый момент, а второй, да, такое ощущение, что мы работаем без запроса, без запроса обоих даже бы, я бы сказал, да, там, если хотя бы есть запрос с одной стороны, уже можно начинать, да, там, взять от этой точку, начать, да, там, и что-то делать, да, хотя бы там провести один на один, да, там, и попробовать другой стороне не предложить решить конфликт, а просто обсудить ситуацию, да, там, и как он ее видит, то есть ты здесь не решаешь, не выступаешь, там еще что-то, да, там, ну, то есть это что-то, что может как бы, ну, больше добавить ясности, о чем вообще происходит. Я с тобой согласен, что, ну, во-первых, это точно не чистая вода медиация, да, я сказал, просто берем оттуда приемчик, вот, действительно, точно без запроса не надо делать, да, точно предложить, обсудить ситуацию, а не пойти, а не предложить сказать, пойдем решим конфликт, это прям, он скажет, у меня нет никакого конфликта, и все, у меня скажут, вообще шоколадно все, и мы как бы снова на том же самом месте, да, о том, что избегание конфликта. Обсудить ситуацию, это вполне разумно, да, сказать, что, слушай, я вижу, оперивая теми фактами, которые мы собрали, я вижу это, хочешь, обсудим? При этом мы обсудим один на один, я тебе гарантирую, что все это будет, как бы, ну, как сказать, конфиденциально, да, и в любом момент времени, ты, если тебе будет некомфортно, ты остановишь нашу встречу, и все, вот, но мы ее обсуждаем, вот как раз на обсуждение мы задаем вопросы, да, можно еще раз сказать там про условия и так далее, и так далее. Хорошо. Еще, Максим, да, еще вам слово, пожалуйста. Такой вопрос теперь, окей, мы проговорили мягкую сторону, а допустим, что другая страна даже обсуждать не хочет, да, то есть вот так вот, и ведет себя там по-разному, из того, что мы там обсуждали, как нам перейти к надрыву, да, и надорвать вот этот вот пузырь, да, там, чтобы конфликт перешел в активную фазу из закрытой. Класс. Давайте набросаем идеи. Как скрыть конфликт? Какие идеи? Я прям готов записывать. Мне кажется, поделиться наблюдением можно. Поделиться наблюдением. Показать через ценность, что текущая ситуация некомфортна для всех. Наверное, непонятно, да? Не понятно. какую-то общую точку, что это боль, не только там твоя или одной из сторон, а показать, что то, что сейчас происходит, ведь конфликт это еще изменение поведения, показать, что это нас не ведет к общей цели. А еще? Меня ближе, хотя к ненасильственному, но про себя, да, там, что вот эта вот ситуация меня не устраивает, я испытываю вот такие-то вот чувства, да, и у меня есть вот такие вот, как бы, что бы я хотел, чтобы было, да, как и вот это вот, да, и что дальше, в том виде, в котором есть, да, там, я не готов взаимодействовать. Ну да, предложите какое-то предложение, да? Предложение. Нужно спросить в группе окей с этим, ну, описать ситуацию и спросить окей? А, в группе окей, окей, да, опять же, через наблюдение, только в группе уже. У меня вот при попытке вскрыть конфликт обе стороны по очереди говорят, ну, во-первых, как бы, что конфликта нет, а во-вторых, слушай, ну, работа делается сроки выдерживаются, качество не падает. Что ты вообще хочешь? Тут вот да, а если вы будете жить дружно, то будет все еще лучше делаться. Могу я предложить решение? Ну, не решение, вариант. Да. Усилить конфликт. Посадить их вместе в комнату в одну и дать им общую задачу. Так что каждый из них не мог ничего сделать без другого. Связать им, как это, условно говоря, руки, каждому руки связать. Повысить градус дискомфорта, да? Повысить градус дискомфорта и дать возможность найти решение. риск, что они возьмут дубинки и будут дубасить друг другу, но мы сделаем конфликт явным. Нам же это надо, чтобы они взорвались. Но здесь есть же риски, да? Я понимаю, поэтому да, что они могут дойти до вам. Ну, запишу, да? Поставить, работать в паре, дать задачу. У меня просто есть буквально один пример. Вчера мне один из топов рассказал. У него своя компания логистическая небольшая и он мне рассказывает следующее. У него два зама, каждый из них очень такой своенравный и соответственно конфликтные такие дядьки, да? Вот между собой не конфликтовали. Он очень сильно боялся бросить их на один проект. Думаю, что все, с их характером они прям засрутся. Извините выражение. Оказалось, что они так отлично друг друга дополняют, что друг к другу фидбэк мы так сработали, что готовы драйвить, драйвить и драйвить. Ну, то есть, там просто не было конфликта, конечно, изначально, но я к тому, что может быть какая-то совместная работа позволит им найти выход и самим договориться. Второе, ну, понять, что, кажется, нужно садиться и договариваться, да? Такая была идея. А вот если этого не происходит, то есть, они уже поставлены на одну задачу, правда, их не двое, а там еще команда вокруг них, но при этом в общем чате они все равно свой конфликт выносят, то есть, весь срач переносит туда. Смотрите, мы сейчас путаем, мы говорим про то, что они избегают решения конфликта, что они говорят, что у нас все, у нас нету конфликта, а когда они срач выносят, это уже как бы явно, что они конфликтуют, да? И тогда можно садиться и обсуждать, когда уже явно будет, что вот есть что-то. Вот. Пример, когда избегают конфликтов, это тоже пример мне рассказывали, кто-то пришел в компанию, в команду, соответственно, стол большой, open space, два человека сидят рядышком и не общаются между собой только через электронную почту. Все, вот они рядом сидят, не говорят друг с другом, и явно, что они как бы избегают вот этого конфликта. Что-то случилось, когда-то исторически была какая-то стычка у них на непонимание на проекте, все, они после этого не разговаривают, работают как бы в одной команде, ну, в какой-то условной команде. Вот, поэтому не признаются, что нужно разрешать конфликт, спрячут его под ковер. И все ходят такие, новенькие спрашивают, а что, типа, странные люди молчат, сидят за одним столом, говорят, а вот у них как бы конфликт, его как бы все избегают. Зорвется он? Да, конечно, зарвется, через некоторое время что-то произойдет. Ну, окей, окей. Давайте так, вот мы уже как бы час проработали, поскольку у нас медиации нет, первая у нас часть завершается. Возвращаясь к треугольнику, меня все беспокоит прагматичность всяких инструментов, которые мы находим в книжках, и, соответственно, их ценность, полезность и, как сказать, смысл для реальной жизни. Вот мы сейчас попробовали его немножко поприменять. Дайте обратную связь. Что вы думаете? Имеет смысл вот такого анализа конфликтов? Дает он ценность какую-то? Даже если я не являюсь участником, ну, либо участник, да, там, все или два участника нарисовали, то есть это идеальная картинка. Я и Максим в конфликте, мы такие, слушай, кажется, мы друг друга не понимаем, давай треугольник заполним. Оп, заполнили, поговорили, смотри, у меня вот так, у меня вот так, классно. Общих сторон нету, но, кажется, мы договорились. Это вообще прям, это понятно. Но вот есть ли какая-то смысловая его история для того, чтобы взять какой-то конфликт команды. Мы не знаем, какую роль играем, но, допустим, человек, который хочет помочь команде и построить какую-то картинку, предположение, ну, либо выстраивать диалог вокруг этого с кем-то, да, заполняя этот треугольник. Вот хотел спросить, что думаете, полезно, не полезно? Мне кажется, как минимум глубже взглянуть на то, что происходит и поразмышлять, да, чуть-чуть шире, чем то, что видно, это точно полезная история. Максим, вам слово. Для меня это упрощенная версия канваса. Ну, похоже, Очень сильно перепекается, да, просто там... Я не специально, я не делал так. Мы понимаем, что все великие художники воруют, поэтому... Вот он и конфликт и начался, вот оно. Вот, что там более подробно, да, и детально разбирается про чувства, эмоции, потребности, отношения к себе, к другому, к ситуации, да, и к факту, что в итоге проявляется наружу, что происходит. Поэтому в целом, конечно, полезно, но канвас, мне кажется, более такой практичный, да, и больше дает... Здесь скорее сложнее разобраться, да, вот, как бы, да, есть три основные вещи, да, но канвас, конечно, более дает больше возможностей, больше, не знаю, концов клубка, который можно потянуть и, как сказать, и разобрать его по запчастям света. Мне кажется, как раз треугольник может выступать в роли такой экспресс-канвас, то есть, когда тебе нужно быстро налиту, оценить ситуацию, ты в голове треугольник представил, вот по этим трем пунктикам разложил и можешь быстро принимать решение. Канвас, по крайней мере, у меня, это процесс сейчас, это вот надо сесть, напрягаться, думать, а треугольник выглядит в этом плане полегче. И можно даже не рисовать его, ну, в голове нарисовать, задавать вопросы. из вершинок. Вижу это, спросил сюда, ага, сюда. Ну, да, наверное. Окей, окей. Хорошо, тогда будем наше сегодняшнее додзё, да, додзё. Максим, как правильно? додзё. Кому как удобно. Додзё. Хорошо, додзё. Будем завершать. Было бы интересно, какую бы тему нам в следующий раз выбрать для того, чтобы продолжить разбираться с командными конфликтами. Если сейчас ничего не приходит в голову, можно потом... Да, Максим приходит в голову, да? У меня есть две ситуации, которые я начал разбирать через стратегии Тапмана, да, и набросал идеи. Мне бы хотелось их притащить и как раз-таки покрутить, повертеть, да, какую стратегию выбирать, да, там, в данном контексте, да, как делать выбор, да, и, собственно, к чему она может привести, да, вот через призму вот это вот посмотреть. Поэтому я готов принести два кейса, да, там, и свои идеи, вот как бы, как я пытался примерить вот эти вот стратегии из Тапмана, да, для вот этого конфликта, как их разрешать. Как бы мы назвали ее? Практическая отработка. Как применять модель Тапмана для реальной жизни? Можно так назвать, да. Да, у меня, я с коллегой, мы вместе сейчас на семинаре, мы уже прям список кейсов накидали, но хотим их разложить либо по треугольнику, либо по канвасу, и тоже можем показать, что у нас получится, получить какие-то замечания и рекомендации. Супер. Договорились. Это прям классно-классно. Классно, когда реальные кейсы смотрим. Они прям непростые, на самом деле, вроде простая ситуация, да, они простые. Хорошо, спасибо вам большое, я очень рад, что у нас поддерживается постоянный кворум, и мы находим время в пятницу вечером собираться и говорить про управление конфликтами. Для меня ценно, я думаю, что каждый из нас уносит что-нибудь такое полезное. Запись будет выложена в ближайшее время, соответственно, у нас там будет уже в коллекции шесть, да, Максим, шесть же у нас уже вечеров-то. Да, это можно взглянуть вот здесь на нашем мюрале, все встречи наши вот здесь они хранятся и, соответственно, все кейсы собираются здесь. Тогда ждем вас через две недели, раз в две недели мы собираемся по управлению конфликтами, говорим. Все? Хороших выходных вам. Спасибо. Пока. Спасибо большое. Спасибо вам. Счастливо. Пока-пока. Пока. На свинале. Ждем хороших выходных. Пока. Пока. Хорошо, я не знаю.